Всем привет, друзья! Мало кто мог предположить в конце прошлого года, что NFT станут такими популярными, как сейчас. Появляется все больше проектов в этой сфере, и капитализация рынка NFT растет. Очень многие хотят заработать на NFT, это же и относится к злоумышленникам. Они прекрасно знают о том, что страховые механизмы на этом рынке крайне слабо развиты, и у них есть все шансы, чтобы поживиться и остаться безнаказанными, а пользователи останутся без всякой страховки на случай их действия. Поэтому сейчас крайне важно разрабатывать страховые решения, которые могли бы стать действительным инструментом защиты клиентов от злоумышленников. Без них рынок NFT так и останется беззащитным. Зная о такой ситуации, команда разработчиков представила уникальную, и пока единственную в своем роде децентрализованную платформу dApp. Данная платформа первая децентрализованная система однорангового страхования NFT. Разработчики понимают, что внимание к NFT будет только расти, а значит у пользователей должны быть инструменты для защиты своих цифровых произведений, которые могут стоить миллионы долларов. Сейчас отправлять их без защиты крайне глупо. Поэтому команда и разработала проект, предлагая клиентам страховки и гарантии, кто держит NFT на самых разных площадках. Таким образом пользователи будут спокойны за них. В системе действует MoTone token DR. Токен является частью страховой экосистемы и это своеобразный механизм, который поддерживает всю экосистему страхования рисков. Помимо этого он также выполняет функции токена управления. Как указывают создатели, их токен должен в полной мере защитить мир NFT от действий злоумышленников. Они уже разместили IDO через BCS Pad, децентрализованную панель, которая сейчас занимается обслуживанием Binance Smart Chain. О нем у меня было отдельное видео. Поскольку платформа запускается сразу на нескольких площадках BCS и Ethereum, работа на BCS Pad позволит спонсорам создать хорошо финансируемую IDO, который будет иметь высокую капитализацию. Для IDO уже выделено 3 890 000 токенов, что составляет 2,7% от всего числа токенов платформы. Базовая цена токена составляет 0,05$ и планируется привлечь несколько сотен тысяч долларов для дальнейшего развития проекта. Когда IDO будет завершено 16 апреля, то стоит ожидать резкого повышения капитализации проекта. Ведь продукты NFT очень часто оцениваются в сотни миллионов долларов. После размещения через BCS Pad, DR также будет использован и на Uniswap, а также PancakeSwap с дополнительными опциями для последующего использования. Поскольку проект нацелен исключительно на рынок NFT, то он конечно же предназначен для тех, кто работает в этой области и занимается созданием или коллекционированием NFT. Как раз для таких разработчиков и держателей он и создан. И если они хотят сохранить свои произведения и разработки от взлома и обесценивания, то проект DR – идеальный вариант для сотрудничества. Поскольку рынок NFT продолжает расти стремительными темпами, он может занять солидную позицию. Так как команда проекта обещает каждому, кто работает на рынке NFT наиболее полную защиту от действий мошенников и обесценивания активов, возникает вопрос, а безопасно ли сотрудничать с ними. Чтобы ответить на данный вопрос, нужно посмотреть архитектуру самой платформы. Классические страховые компании вообще являются наиболее защищенными, иначе бы они не могли гарантировать своим клиентам надежную защиту их активов. Это же правило действует и в данном случае. Если бы D-Art не смог бы гарантировать защиту, с ним не стали бы сотрудничать такие известные компании, как BlackEdge, Magnus Capital и другие площадки. Поэтому опасаться тем инвесторам и пользователям, кто станет приобретать токены по большому счету нечего. К тому же именно сейчас наступает благоприятный момент для закупки токенов, поскольку потом их цена вырастет, а значит рассчитывать на хороший профит могут те, кто уже сейчас станет их обладателем. И не стоит забывать о том, что сейчас выживают только те проекты, которые предлагают эксклюзивные решения и продукты для участников, остальные пополняют все более увеличивающееся кладбища щиткоинов. Так как рынок страховых услуг в области NFT только зарождается и конкуренция на нем пока еще не так сильна, у проекта есть прекрасные перспективы стать первым в этом. А значит капитализация токена будет расти, как и общая капитализация D-Art. Поэтому его можно считать очень выгодным с точки зрения долгосрочных инвестиций и защиты своих NFT активов. На этом у меня все друзья, если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить этот проект, то специально для вас мои любознательные друзья, все ссылки я оставлю в описании под этим видео. А также оставляйте свои мнения по этому проекту в комментариях, мне очень интересно что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием прочту все ваши мнения и буду рада любому общению. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых сверх новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре, пока-пока.